Ворона и улитка. Японская сказка. Давно это было. Ворона и села на ветку дерева. Нет ли чего вкусненького поблизости, подумала она. Слышит, кто-то напевает себе песенку под нос. Ага, воскликнула Ворона. Огляделась и видит, сидит на меже улитка, песенку поет. — Прекрасная еда! — воскликнула Ворона. Слетела на межу и ухватила клювом улитку. Посмотрела улитка на Ворону снизу вверх, вздохнула и сказала. — Ах, ах! Это вы, госпожа Ворона! Давно хотела я хоть одним глазком взглянуть на такую прекрасную госпожу. Какие ноги! Словно на них надеты малиновые чулки. А кимоно — блестящий черный атлас. Дорогое кимоно на вас, госпожа! А голос — словно небесная музыка. Размякла Ворона от таких похвал. — Будет тебе! Вовсе не так уж и хороша, как ты говоришь. Повела глазком вправо, повела влево. — Ну ладно, и без этой улитки проживу, с голоду не помру. Выпустила улитку из клюва и взлетела на ветку. А улитка прыгнула в воду и закричала громко. — Эй! Не обольщайся, глупая Ворона! Ты черна, как сажа на дне котла. А голос у тебя хриплый, как у треснутого котла, когда его ударят палкой. Поняла Ворона, что провели ее. — Ах ты, обманщица! Был бы у меня клюв, как у цапли. Обшарила бы все поле, вытащила бы тебя из воды и проглотила бы, не раздумывая. Очень обидно было Вороне, что проворонила она добычу. Да что поделаешь! Кричи, не кричи, а улитку не достанешь. Вот ведь как бывает! Ворона! 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 Продолжение следует...